Я говорю по-русски без акцента. Игра была очень жесткая, по-моему. Не бывал, потому что кричалка, где весь аллейка. Шведы играли очень раскрепощенно. Привет, как тебя зовут из коры? Меня зовут Петер. Привет! Привет! Так, ты здесь не первый раз в России? Нет, это не первый раз. Я много-много раз бывал в Петербурге. И первый раз был здесь 30 лет назад. 30 лет назад? Да, да, в 90-м году. А что ты тут делаешь? Я был здесь студентом, но занимался физикой. Теоретической физикой. Теоретической физикой? Да, да, да. Сколько ты тут жил? А если было 6 месяцев только, потому что это было очень тяжелое время, конечно. Но, в общем, мы хорошо дружились с русскими, украинцами и всякими государственными университетами. А какой это был университет? А, Ленинградском государственном университете. А, да, сейчас СПГУ. Это СПГУ. СПГУ, а я там училась, да, я в Петербурге жила. СПГУ. Да, да, да. А в то время это был Эльгю. Да, точно. А Питер сильно поменялся? Очень сильно поменялся, конечно. Сейчас Невский был мертвый проспект в то время, потому что там было мало магазинов, там стояли бабушки, просто продавали овощи, фрукты и все, что можно продавать в то время. Я тогда еще не родилась. Ну, да, да. Ну, я родился. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. И там было, конечно, некоторых магазинов, но очереди были большие. Очень странно и очень для меня по-разному по сравнению с Швецией. Если 20 тогда. Тогда, да? Да, 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 в то время. А почему? Какая была Швеция? Потому что в Швеции, конечно, было очень хорошо. Я был очень... Я никогда не был голоден и очень хорошо угощался. Но когда приехал сюда, было трудно найти что-то хорошее. Еду и все было по-разному. Ну, да. А как ты выучил русский так хорошо? Ну, я занимался в университете в Стокгольме. И вот, конечно, практика здесь была тоже, когда делал тесты. Ну, ну, потому что очень много учат русский язык и потом не говорят. Да, надо, конечно. Можно постоянно читать и упражнять и все. Потому что иначе очень быстро забывают. Слышный язык. Ну, и очень интересный и красивый язык, по-моему. Так хорошо. Спасибо. А скажи про игру. Сегодня как была игра? Игра была очень жесткая, по-моему. Да. И большая. Можно будет выиграть. Но мы выиграли в конце концов. И благодаря нашим очень хорошим игрокам. Игроки Виктор Клауссон и Эмиль Фошберг. Ну, поэтому классно, по-моему. Да? И как думаешь, кто выиграет весь чемпионат? Может быть, Швеция. Нет, нет. Может быть, Швеция. Но верно. Честно говоря, я не думаю, что это будет. Кто самый сильный, если верно? Франция, по-моему. Франция или Италия. Да, да, да. Да. А как бы в этот раз в Питере погода отличалась от того, что было тогда давно? Да, да, давно давно. А это сейчас будет, конечно, не опасно ходить по улицам и прогулкой, потому что бандитов нет. И вот ему есть в кафе, в ресторане и все. Угощает практически везде и повсюду. А было что-то странное или что тебя удивило в этот раз? В этот раз удивило. Ахшара, конечно. Потому что 35 или 32 градусов это очень много. Ну, вначале это было как нормально для меня. Я был в гостях у друзей, мы общались, бухали и вот так далее. Хорошо. Ладно, пошли праздновать дальше. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Окей, ну что, как все прошло? О, ты снимаешь, да? Это была отличная игра, но на самом деле не важно, выиграли мы или нет Нет? Ну, потому что мы пойдем в следующий этап в любом случае Было бы идеально, если бы мы забили одинаковое количество очков И тогда на четверть чинел мы бы остались здесь, в Питере Ну, а теперь нам нужно играть в Италию В Италии? Следующую игру в Копенгагене И если мы там выиграем, то потом уже в Риме Окей, окей И ты уверен, что вы выиграете? Да Швеция никогда не проигрывает И как ты думаешь, кто выиграет весь чемпионат? Так Швеция Это твой первый раз в Питере? Не-не-не, я здесь был уже Да? Почему? Просто путешествовал? На чемпионат мира 2018 Да, я смотрел игру в Швеции и Швейцарии И потом я поехал в Самару О, круто-круто А в этот раз здесь было очень жарко Да, очень жарко Я думаю, что никогда в жизни не испытывал 36 градусов Я был на Кипре в июле Но там самое жаркое было 33 градуса А когда самое лучшее время, чтобы поехать в Швейцарии? Ну, либо летом, либо зимой Зависит от того, чего хочешь Окей Я там была летом, и было достаточно жарко Да, бывает, как здесь Так, еще один вопрос Так, расскажи еще, каково путешествовать по России, если ты не говоришь по-русски? Я говорю по-русски без акселда? Да, ты говоришь, а почему ты говоришь по-русски? Я учу русский в интернете Так, то есть проблем не было насчет языка Легко Легко, легко говорить по-русски Я говорю по-русски без акцента Ну да, это правда Правда, очень да Привет, привет Так, мы здесь в Петербурге, в России И кто сегодня играл? Швеция против Польши И кто выиграл? Швеция Ну расскажи, ты был на стадионе? Да, да Ну как была игра? Была очень хорошая игра Лучшая игра за долгое время для меня Почему? Потому что было столько голов, столько всего происходило Это было очень хорошо играло Швеция выиграла Присоединяйтесь, если хотите Что, как была игра? Да, сумасшедшая Просто безумная Было просто безумно Мне очень понравилось Ну вы все-таки пропустили? Ну да, пропустили А было 3-2 3-2? Ой, я думала 2-1 Вообще безумно А я пойду в Алькин-хаус, чтобы увидеть звезды У меня есть ютуб-канал, поэтому я могу сказать, что вы будете звездами Обязательно сообщи нам, где посмотреть Расскажите сначала про ваш опыт в Питере Все хорошо? А, нормально Нам понравилось Все понравилось Мы здесь первый раз, как-то все отлично Ты сегодня плавал в Балтийском море? Да, было так жарко, мы пошли плавать Мы из Стокгольма И мне очень напоминает Питер, Стокгольм А, да? Почему? Архитектура очень похожа Улицы и внешний вид А, я там была один раз? Да Ну что, тебе понравилось? А, я только один день там была Мало, надо еще Приезжай смотреть город Да, очень красивый город Ладно, я рада, что вы увидели Катя Заканчиваем Привет, привет А тебя как зовут? Меня зовут Андрес Сапари Я живу в Москве Я родился в Эстонии И я делаю в Москве шведские вечеринки Ух ты! Да? Да-да-да Как ты связан с Швецией? Ну, потому что я с детства интересуюсь Швецией, культурой, спортом, музыкой И люблю АБА И много других групп Роксет, Айсенбэйс Ну, не много Да, ты вообще как к России относишься? Ты любишь к России? Да, ну, естественно, я люблю Я... Ну, это сейчас... Сборная очень плохо выступила Топлет Да, не буду говорить Но в 2018-м на чемпионате мира я очень мне нравилась, как она играла Да Я же хотел очень, чтобы Швеция с России сыграла в четвертьфинале Угу А как сегодняшняя игра, расскажи? Ой, это один из самых лучших матчей Пять голов Ну, потому что там интенсивно Не, вообще, да И шведы играли очень раскрепощенно На них не давил результат Они точно бы прошли дальше А поляки, они нервничали И поэтому шведы, они в итоге забили больше голов Потому что они не напрягались У них это все на легке получалось А изобилия три гола, выиграли группу И, да, и вот сейчас празднуют эту все победу до сих пор И будем надеяться, что они пройдут очень далеко Может быть, финал или полуфинал А если честно, как думаешь, кто выиграет? В чемпионате, ну, не знаю Очень непредсказуемый чемпионат, очень Ну, не знаю, может быть, Италия Ладно, посмотрим Но все равно ты скажи, что они значат, эти кричалки Канапо, Канапо, это Лей, Каналевай Мы, Швеции, фанаты У нас тысячи Ты говоришь про шведский? Ну, немножко, да Понимаешь, значит Ну, да, потому что уже с ними я конецчук Хочешь, мы сейчас это причем? Канапо, Канапо Канапо, Канапо Мы, Швеция, фанаты Канапо, Канапо Это Яна Андерсон Про тренера, да? Да, да Яна Андерсон, это тренер Швеции Который сделал вообще великие дела Он вывел четверть, сделал чемпионату мира И сейчас вывел в одну восьмину чемпионату Европы Яна Андерсон